В конце сентября 2017 года в Женеве состоялась заключительная встреча Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам. На этой встрече официальная делегация от России отвечала на вопросы Комитета к полученным ранее страновым отчетам. Со стороны НКО во встрече также принимали участие представители Российского форума людей, употребляющих наркотики. Нашей задачей было представить членам Комитета реальную информацию о том, как существующая наркополитика и невыполнение предыдущих рекомендаций Комитета влияет на жизнь и здоровье нашего сообщества. Нас беспокоила будущая программа снижения вреда в нашей стране. Мы говорили о необходимости декриминализации употребления наркотиков, о поддержке НКО, о свободе доступа к информации, о необходимости внедрения программ заместительной терапии и принятия антидискриминационного законодательства в отношении людей, употребляющих наркотики. Мы очень хотели, чтобы Комитет дал четкие и понятные рекомендации стране для того, чтобы сохранить и укрепить возможность требовать изменений от президента и правительства. Ответы официальной делегации России не содержали даже намека на позитивные изменения. Наркомания в Российской Федерации рассматривается как заболевание, синдром зависимости, относится к психическим расстройствам и расстройствам поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. В то же время метадон и бупринорфин относятся к группе опиоидов, и при употреблении которых развиваются такие же психические и поведенческие расстройства. В данном случае использование этих препаратов у потребителей наркотиков ведет к поле наркомании и увеличению риска смертельных передозировок. Я не могу согласиться с таким аргументом, потому что Конвенция 1961 года разрешает использовать под контролем такие вещества. Во-вторых, ВОЗ неоднократно повторял, что использование метадона – это оптимальный подход. Вы знаете, что распространение шприцев в нашем исследовании ведет к сокращению распространения ВИЧ-спида, а у Вас другая политика. Не можете ли Вы мне ответить, не собираетесь ли Вы изменить политику в свете фактов? В качестве примера хочу сказать, что в Российской Федерации очень много лет существовали программы международные, где в рамках этих программ осуществлялась раздача шприцев, презервативов именно среди таких групп населения. И именно в этих регионах на сегодняшний день мы имеем самое высокое бремя той же ВИЧ-инфекции, и ВИЧ-инфекции в частности среди наркоманов. Общаясь в перерывах с членами комитета, мы говорили с ними простым языком – о том, что за нашими требованиями к стране стоят миллионы людей, которые ждут и верят в нас. О том, что эту страну еще можно спасти, и о том, что здесь и сейчас у нас есть шанс сделать шаг на пути к этому. В результате рекомендации комитета стали беспрецедентной победой. Практически все, о чем говорили представители НКО, вошло в итоговый отчет комитета. Мы сделали многое и получили результат. Если сказать совсем кратко, комитет рекомендует стране следующее. Рассмотреть вопрос о декриминализации хранения наркотиков для личного потребления. Легализовать опивоидную заместительную терапию. Вести программы снижения вреда и поддерживать НКО, которые их осуществляют. Полный текст этого документа уже доступен на сайте ООН. И поверьте мне, он звучит убедительно. Также комитет отметил особую приоритетность рекомендаций, касающихся заместительной терапии и программ снижения вреда. Отчитаться об их исполнении российское правительство должно будет уже через 18 месяцев. Для нас с вами это означает следующее. У нас остался отличный шанс продолжить диалог с властью от лица Российского форума людей, употребляющих наркотики. Требовать от президента, как от гаранта Конституции, а также от парламента и правительства Российской Федерации, исполнение рекомендаций комитета. Удачи! И до встречи на форуме!